Привет, дорогие друзья! Спасибо всем за поздравления! Но сейчас я хочу такой, ну знаете, непраздничный видос записать. Во-первых, по сообщениям инсайдерских источников, в том числе телеграм-каналов, которые специализируются на инсайдерской информации, и главная эта информация зачастую сбывается, да? Есть целая группа, которая направляет свои усилия внутри «Слуги народа» против Максима Бужанского, да? Ну, мол, типа, не нравится он кому-то. Ясное дело, что в такой огромной-огромной полициле, которая зашла, имею в виду огромная, на Верховной Раде, свои течения, свои подчинения, свои там «Игры престолов» и так далее, да? Ранее уже пытались вот этой вот журналистской типа дубинкой сбить Андрея Богдана. Не получилось, сколько ни ныли, ни плакали, ни вышло, да? Сейчас пытаются расшатать Макса Бужанского при помощи «Тупой овцы», «Тупой овцы» из нового времени. Я думаю, это отличное определение, самое мягкое из тех, которые мы могли бы определить. Ну, напомню там, коротко предысторию. «Тупая овца» написала просто в интервью с Разумковым, мол, задавала вопрос, «А как вы относитесь к тому, что в вашей партии вот такой вот человек Бужанский, да, который ностальгирует по СССР и по временам Януковича?» Она сказала как факт, да, по временам Януковича и все такое. К слову, я не знаю, с каких пор ностальгия по СССР стала чем-то таким предосудительным. Ну, в общем, «Тупая овца». Я взагалі, чеснокарыч, не зрозумів суть конфлікту. Пан Бужанський не ностальгує по СССР, то цього достатньо сказати, що я по СССР не ностальгую, да, наприклад. Я знаю, что не хочеться тоже оскорблять народних депутатов от Батьківщини, но я знал, что просто в Батьківщине есть много пробитых людей. Если тебя назвали, к примеру, да, там, террористом в статье какого-нибудь прекрасного очередного украинского издання, достаточно просто сказать, я не террорист, ничего страшного. Если написали, что он трахає кошечек, ну, маленьких кошечек, да, достаточно сказать, я не трахаю кошечек. Ребята, вы, наверное, просто так оторвались от жизни, от жизни, которая за поребриком, знаете, как говорят, за поребриком, там кипит жизнь. И если в Европе какое-то мудло пишет вот такие вот вещи, и человеку придет в голову подать в суд, то, ну, большие потери для этого СМИ сразу же будут понесены. В разных странах по-разному, там, в некоторых странах очень долгие идут процессы. Но, тем не менее, все знают, что за язык прихватил и все. Тут не катит вот такие вот, просто скажи, я не ностальгирую. Где скажи? Где скажи? У себя на Фейсбук, так он у себя на Фейсбук назвал ее тупой овцой. Это не предположение, дружище. Это утверждение. И хорошо, что ведущие не дают им возможность как-то размыть это все. Ведущие сами журналисты. Они как бы должны стоять на стороне журналистов. Но они журналисты, а те типа журналисты. И в Украине типа журналистов развелось немеряно. То тут достаточно было просто высловить свою позицию. И мне кажется, что этих образ не было абсолютно в этой ситуации не обовязково. Где высказать свою позицию? Только он же высказал свою позицию, назвал ее тупой овцой. Это его позиция. Он это высказал не в СМИ. Он это высказал в своем личном пространстве, на Фейсбук. И, по моему мнению, слуга народа должны были не бежать и извиняться перед вот этой вот тупой овцой. И перед этим вонючим изданием, к которому мы сейчас еще вернемся. В очередной раз. А должны были сказать. Ну, это его личная позиция. В его личном пространстве он это сказал не как депутат. А как просто как гражданин. Это его личное дело. Это большой привет звукооператорам с телеканала Наш. Там звук вот такой вот весь дерган и у них весь эфир. Но то ладно, суть не в этом. Вы понимаете, да, что он имеет в виду? Каждый человек, оценив как что-то там, может дать свое оценочное суждение. Каждый человек может дать. Ребята, вы не понимаете, что такое средство массовой информации. Не понимаете. Если есть авторский материал, то, конечно, человек там имеет право, оценив что-то, выдавать. Но ни в коем случае никто из этих вот журналистов, типа, не имеет права выдавать свои оценочные суждения как факт. А он ведет к тому, что это было оценочное суждение. Сейчас я покажу несколько оценочных суждений издания «Новое время». Вы посмотрите, как стоит на хвост наступить, начинается вонь на весь мир. А как они оскорбляют людей ежедневно, ежечасно практически, так и все нормально. Это же журналисты. О, журналисты. Они как оценки. Слушайте, сказать, что настольгуешь по Януковичу, это может быть расценивано, как образ. И что на самом деле мы все, оскільки уже пан Бужанский, он перестал быть экспертом, сейчас он стал политиком. А политики, они не могут говорить ничего, он про журналистов. А если это помойка, то есть на настоящее время, на настоящее время такая же помойка, новое время, они не придерживаются журналистских стандартов. Почему их надо считать журналистами, я не понимаю. Почему надо вот это вот «не говори там слово туда». Сейчас они начнут еще и в адрес женщины, сказал. Какая нахрен, при чем тут женщина? Бо он бы сам народу наврядче был бы обранный. Тому он все повинен чудово и відчувати свою відповідальность. Бо, например... Интересно, а чувствуют свою ответственность хоть минимальную те журналисты, просто настоящие долбаные пропагандисты, которые 5 лет разжигали ненависть. Ненависть к Востоку, ненависть к нашим же соотечественникам, но которым не повезло. Вот им просто не повезло. И у них русские корни, вы представляете, он гражданин Украины. Мама-папа русский, ты представляешь, какой, а? Вот к ним ненависть разжигали 5 лет. Чувствовали свою ответственность? Политики должны показать пример. То, что Трамп, например, позволяет себе говорить в масс-медии, на президента США не позволяли. Ну, там, ну, мы поняли. Раньше ни один из президентов себе такого не позволял. Раньше, я не помню, чтобы средства массовой информации в Штатах позволяли себе обливать таким дерьмом Трампа. Раньше, я вот не припоминаю, просто в серьезных средствах массовой информации рассказывалось о том, что он нанял специально гостиничный номер, в котором до этого был Обама, пригласил какую-то проститутку, и она писала на кровать Обамы. Мне сложно представить, чтобы такое было раньше. То, как они, эти помоечные СМИ, начали нападать на Трампа, я думаю, его реакция вполне реальная. Я думаю, что в этой стране она действует. Новая Верховная Рада, то есть «Слуга народу», будет с этим как-то бороться? Например, ну, там, закон соответствующий, принятие, научить в законодательном уровне, Нацраду с вопросом телевидения, радиомовления. У нас очень важно это сделать, но, на жаль, не отвечает за свои слова. И задает он ему отличный вопрос, Макс Назаров, да? Задает он Дубинскому. А Дубинский не понимает вопрос, и поэтому отвечает, что, типа, не надо нам не вводить никакие законы. Нет, надо нам вводить законы. Смотрите, вот это все-таки находимся в профессиональной дискуссии. Я хочу, чтобы вы меня услышали. В данной ситуации слова господина Бужанского прозвучали в его телеграм-канале, который не является ни средством АА, ни даже, по сути, социальной сети. Так он в социальной сети и ответил. Он просто, Дубинский просто не понял вопроса. Она ему написала вот это вот. Это не социальная сеть. Зарегистрированное средство массовой информации. Это не социальная сеть. Позиция, что доброго журналиста недопустима в будь-якому. А тебе еще до жинки. До жиночки. До жинки. Вот это вот желание постоянно залезать очко полностью этим журналистам или псевдожурналистам выдает в человеке, знаете, какой-то постсоветского человека. Почему? Объясню позже. Пойду чисто... Это не за Януковича, я не за Настальгую, за СССР. Питание самой работы с журналистами, я считаю, что нужно поделить увагу команде З. Надо пойти и сказать каждому высору, вот представляешь, отслеживаешь каждый высор в свой адрес, идешь и потом и говоришь, правда неизвестно где сказать. У себя на фейсбуке каждый день об этом говорить. Когда человека называют постоянно пропутинским, он каждый день на фейсбуке должен говорить, я не пропутинский, там вы написали, я пропутинский, я не пропутинский. А рогули вот эти вот грязные, из этой вонючей задроченной помойки, будут бегать и смеяться. Типа, ха-ха, смотрите, он оправдывается каждый день. Ну все это, пытаются выглядеть очень хорошо, мы мужчины такие, ты мужчина, слышишь? Вот если бы такая вонючка про тебя писала постоянно, а на Макса Бужанского пишут, не впервые, Даня, я вам уже показывал, пророссийский пропагандист Шари присоединился к травле журналистов, да? И вот здесь вот им даже натыкали, они удаляют комментарии, массово удаляют комментарии, но им здесь натыкали. Он такого не говорил, почему мы пророссийский пропагандист, ну и шуточки. Материалы издания извил штампами, недоказуемыми определениями. Взять, к примеру, название этой статьи, это похоже на независимую журналистику? Давайте посмотрим теперь, что они писали ранее, для того, чтобы не быть голословными, да? Ну поехали. ЦИК зарегистрировался в Шария. И здесь, чтобы вы не забыли, блогер Шари известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, а также поддержкой кремлевского режима пророссийских террористов. Ну вдруг вы забыли, да? Заклюева и Шария. Во что играют судьи? Так, лопнуло у людей терпение. Как Шария зарегистрировала, вы посмотрите, у людей лопнуло терпение. Порошенко терпели, а тут терпение лопнуло. За партией Шария может стоять Портнов. О, это все тот же суперэксперт издания «Новое время» сообщает. Про кремлевского блогера. Про кремлевского нахрен блогера. Шари прокремлевский блогер. Осведомленные источники. Блогер известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами. Вдруг, внезапно, вы об этом забыли. Вот им, блин, задают вопросы, да? Где он поддерживал сепаратистов? Какие его высловливания вы считаете антиукраинскими? Не задавай вопросы, брат. Порошенко назвал Шария кремлевским ублюдком. И здесь они, когда пишут про наших людей, то пишут несколько человек пришло. То есть, но они не пишут сотни людей. Они пишут, пришло несколько человек. Кстати, напомним, что он известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами. Поддержкой кремлевского режима и так далее. Клюев и Шари хотят в Раду. Ой, все, тот же эксперт. Смотрите, у них один эксперт на все случаи жизни. Так, так, про кремлевского блогера. Регистрация партии про кремлевского блогера. Что это нахрен такое? Начало проверку в отношении Клюева и Шария. СБУ начало проверку. К слову, может быть вы забыли, но он известен своей антиукраинской позиции, пропагандист. Как вам? Вот здесь интервью у них с Сергеем Лещенко. Они пишут, что участие пропутинского блогера. Пропутинский блогер Шарий. Это как вообще? Суд отменил розыск Шария. И обязательно надо напомнить, напомнить, что это за человек. Ага, известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами. Кремлевский режим, пророссийские террористы. Как это? Каждый материал. О, тут собрались люди, помните? 150 демонстрантов. Ой-ой-ой. А наших собралось, ну, 70 человек. И быстро разошлись. Купленные просто. Явное дело. Купленные. Смотрите, вот докатываемся мы в итоге вот до этого. Вот это тоже считать журналистика? Это я с утра вижу. Одиозный пророссийский блогер, ненавидящий Украину, бежавший из страны в Россию. Смотрите, почему я говорил, что это похоже на синдром постсоветского человека? Потому что мне кажется, что при СССР смотрели как на реальную четвертую власть. И именно слишком уж преклонялись перед вот этими вот людьми, которые там бегают с микрофонами, с диктофонами. Я сам бегаю с микрофоном, с диктофоном. Сейчас меньше, но я являюсь журналистом. И мне плевать, кем меня считает вот это вот сообщество. Меня таким таковым считает Международная ассоциация журналистов. А они просто так не принимают никого. Вот хватит лебезить, а? Ну, что вы лебезите перед ними? Во-первых, каждому, каждой собаке известно, что средства массовой информации в Украине олигархические в большинстве своем. И будут рассказывать то, что выгодно их владельцу, олигарху. Как вы этого не можете понять? Кроме того, мы видим какой тупой колхозной басотой забитой редакции в украинских средствах массовой информации. Вы видели 5 лет, что они писали. Какой трэш, какой сюр они вообще тулили людям. Вы видели эти фейки. И вы после этого будете перед ними извиняться, бояться слово им сказать. Не бойтесь им слово сказать. Они привыкли к безответственности. Они привыкли к тому, что могут каждый день поливать, разжигать, оскорблять, унижать, клеветать. Но им ничего за это не бывает. Я обращаюсь в первую очередь к слуге народа. Я обращаюсь к слугам народа, то есть к этим депутатам, которые прошли. Прекращайте вы лебезить перед рогулями этими. Перед рогульем этим паскудным. Потому что это на самом деле тупая помойка, набитая, как он сказал, тупыми овцами. Тупыми овцами. Я не хочу, чтобы это был хейтерский материал. Я хочу, чтобы все мы, все мы вместе поддержали тех людей, которые пытаются говорить им в открытую правду, им в глаза, этим тупым овцам. Вы тупые овцы. Давайте себе сделаем маленькие-маленькие, может быть, статусы в соцсетях, да, с овцой. И там напишем, я поддерживаю, они тупые овцы. Давайте покажем, сколько нас и покажем, сколько людей на самом деле считают их тупыми овцами. У меня все. Пока. Продолжение следует...